Утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Я, Павел Михно, расскажу о погоде на день и культурных событиях Гомеля. Также познакомлюсь с другими интересными фактами и событиями. Сегодня по прогнозам синоптиков на территории Гомельской области в основном ясно, без осадков. Воздух прогреется на 27 градусов, ветер северо-восточный слабый до 5 метров в секунду. Сегодня в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей открывается выставка старейшего гомельского художника Ефима Минивицкого. Экспозиция позволит зрителям проследить творческий путь художника и познакомиться с многообразием интересов живописца. Ефим Минивицкий с одинаковым блеском пишет как портреты врачей, писателей, художников, спортсменов, политиков, так и тематические полотна с демонстрациями, строителями и поездами. Художник часто поднимает и раскрывает тему войны и противостояния разрушительным силам. Свои картины гомельчанин пишет в особом стиле, разделяя поверхность холста на геометрические фигуры, тем самым создавая необычный зрительный эффект. Приглашаем и вас отдать должное незаурядному творчеству нашего земляка. Начало презентации в 16.00. Новый концерт в рамках онлайн-проекта «Музыка без границ» представляют артисты Гоменской областной филармонии. Выступление Камерного оркестра под управлением дирижера Андрея Глазенкова совместно с ведущими солистами филармонии Ольгой Кузьменко и Константином Горошко записано в колонном зале Дворца Румянцевых и Паскевичей. Выступление украшают партии замечательного флейтиста, лауреата международных конкурсов Александра Рябинка. В программе концерта отрывки из лучших произведений зарубежной и русской классической музыки, арии из опер и оперет, современные композиции для кинофильмов и популярные инструментальные пьесы. Концерт можно увидеть, не выходя из дома, посредством компьютера или смартфона, посетив сайт филармонии gomelfil.by. Спектакль с элементами хореографии. Кей-по-пьесе Зиновья Сагалова «Три жизни Айседора Дункан» гоменчанам и гостям города представит 9 июля Народный театр «Студия Классик» и студия современной хореографии «Тандем». Оригинальное действие развернется вечером 9 июля под воздушным шатром площадки грота Дворца Румянцевых и Паскевичей в Гомере. Посредством танца, слова и живых скульптур актеры расскажут о жизни и любви великой танцовщицы Айседоры Дункан. Хореографическую партию исполнит Ирина Аболенцева, а в роли Айседоры – Елена Фролова. В спектакле будут звучать джаз и классика, произведения Шопена, Бетховена, Баха, Мендельсона и других великих композиторов. Количество мест ограничено. Проведение мероприятий будет организовано соблюдением санитарных и противоэпидемиологических требований. Шедевры Ветховской школы иконописи представлены в филиале Ветховского музея старобрячества и белорусских традиций в Гомельском парке. Посетители могут увидеть около двух десятков икон XVIII-XX веков из фондов музея и частных коллекций, а также уникальную фотографию иконописцы за работой местечко-ветка Гомельской губернии, сделанную в 1907 году и хранящуюся в фондах Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге. Широко представлены экспедиционные записи и фотоматериалы, которые проливают свет на историю создания той или иной иконы. Выставка продлится до 14 июля. В выпусках программы «Земля наша» творческая группа «Белорусский Терегомель» знакомит телезрителей жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственные, социальные и культурные темы раскрываются через конкретных героев – работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. В эту пятницу героями проекта станут яркие и неординарные жители Октябрьского района Гомельской области. Начало в 15.45. Вечером в пятницу приглашаем посмотреть фильм «Прежде чем я усну». Фильм снят по одноименному роману Стивена Уотсена, в основе которого – реальное событие. Это история о женщине, потерявшей память. Каждое утро последние 20 лет просто исчезают из воспоминаний Кристин. И каждое утро ей приходится по крупицам восстанавливать собственную жизнь, вспоминать мужчину, лежащего рядом с ней, который в действительности является ее мужем. Муж говорит, что потеря памяти – результат автомобильной аварии. Но так ли это на самом деле? Если вы любитель запутанных и непредсказуемых поворотов судьбы, вам понравится эта драма. Смотрите в пятницу 26 июня в 22.00. К другим интересным фактам и событиям. Неправильная эксплуатация смартфона в жаркую погоду может привести к его поломке. Резкие перепады температуры могут привести к проблемам с гаджетами. А что касается смартфонов, то в жару есть риск его возгорания. По словам экспертов, современные гаджеты имеют защиту от перегрева. Однако данные системы безопасности не относятся к внешним факторам. А летняя жаркая погода – один из них. Поэтому стоит оградить смартфон от прямого попадания солнечных лучей. Если же избежать перегрева не удалось, то девайс ни в коем случае нельзя охлаждать резко, например, поместив его в холодильник. Он должен остыть самостоятельно и без резких перепадов температуры. Также специалист рекомендует реже запускать на смартфоне ресурсоемкие приложения и отказаться от слишком плотных чехлов. Веселый способ охладить в жару домашних пернатых питомцев нашел житель США. Своих четырех попугаев он решил искупать и этот момент запечатлел на видео. Заметно, что птички были не против такого занятия. Они уселись в ванной, а человек включил освежающий душ. Судя по состоянию пернатых, им понравилось такое занятие. Житель штата Новый Южный Уэльс из Австралии Тони Хэнкок, прогуливаясь по побережью Тихого океана, почуял сильный запах и заметил 10-метровый позвоночник кита, который вынесло на берег. Ничего подобного мужчина ранее не видел, поэтому сообщил о находке местным работникам службы по охране дикой природы. Они считают, что позвоночник принадлежит горбатому киту. Ежегодно эти величественные создания приплывают в воды Австралии для размножения. Каждый позвонок кита весит почти 10 килограммов. Ученые отмечают, что такая находка представляет большую ценность. Специалистам необходимо взять тест ДНК, чтобы определить вид кита. В ближайшее время исследователи заберут скелет, чтобы выполнить необходимые анализы. Ученые обнаружили на юго-западе Японии скорлупу самого маленького из известных науки яиц динозавров. Специалисты полагают, что яйцо принадлежит небольшому нелетающему хищному динозавру тераподу, передвигавшемуся на двух ногах. Его представители обитали на Земле в конце Нижнего мелового периода, более 106 миллионов лет назад. Основываясь на размере скорлупы, ученые вывели размер яйца, примерно 4,5 на 2 сантиметра, а его вес не превышал и 10 граммов. Похоже, яйца находили и раньше, но все они были примерно в три раза больше. Находка японских ученых представляет собой 4 окаменелых яйца и более 1300 фрагментов скорлупы. 30 лет назад девочка по имени Кимберли Колбек вместе с двумя братьями помогала родителям делать ремонт в доме. В самый разгар ремонта кухни родители решили, что будет интересно, если дети оставят послание из 1989 года в будущее. Они взяли бутылку и написали письма. Затем их спрятали в капсулу времени и засунули в стену. Прошли годы, и дети уже давно забыли об этом. Причем родительский дом успел поменять владельца. Другой хозяин решил обновить кухню и вызвал бригаду специалистов. Строители приступили к работе и обнаружили бутылку из прошлого. Они изучили содержимое и смогли найти Кимберли с помощью соцсетей. Послание из прошлого нашло ее спустя 30 лет. Британка расплакалась, потому что увидела и записку старшего брата, который скончался 2 года назад. Более 10 лет на наши экраны выходил молодежный телесериал «Друзья». Мало кто из людей не видел его хоть краем глаза. Однако, как выяснилось, исполнительница одной из главных ролей не смотрела ни одной серии. 56-летняя Лиза Кудроу, которая сыграла Фиби, рассказала в беседе с Дженнифер Энистон, что посмотрит сериал «Друзья», когда соберется весь актерский состав. Не так давно стало известно, что все звезды телевизионного проекта вновь в сборе и в самое ближайшее время приступят к съемкам юбилейного выпуска эпизода сериала «Друзья». Сегодня четверг, а значит в нашем вечернем эфире будет звучать музыка. Гостями программы «Добрый вечер, Гомель» станут музыканты группы «Старый фольварок». В своем творчестве они успешно сочетают стили «Нью Эйдж» и «Волт Мьюзик». Коллектив образовался в 2013 году в Гомеле и объединил молодых музыкантов, вдохновленных идеей создавать этническую музыку. Группа использует инструменты, характерные для этно- и фольк-музыки, флейты, гитары, множество перкуссий и различные инструменты народов мира. Творчество группы посвящено темам природы, национальной культуры и самопознания. Музыка «Старого фольварка» погружает в сказочный мир мифов и легенд разных народов. И сегодня зрители вместе с музыкантами отправятся в путешествие на поиски тайн, романтики и затерянных миров. В 20.25 не пропустите. Новый день! С вами встречали «Утренний фреш» и я, Павел Михно. Желаю вам продуктивного рабочего дня и хорошего настроения. Встречайте утро завтрашнего дня также вместе с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok